4 минуты для того, чтобы заработать 6 звезд. Что вы на это скажете? Мне кажется, очень хороший результат. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Мортал Хиро. И сегодня в этом видеоролике, в таком небольшом, хотел бы объяснить, каким же образом, на какой возможной комбинации, форматике, можно по максимуму эффективно фармить те самые звезды. Если же вам полезный подобный видеоролик, да и, возможно, что-нибудь подобное ждали на канале, обязательно поддерживайте пачками вверх. Ну и также, если впервые на канале, подпишитесь и прожмите колокольчик. Ну и также, друзья, не забывайте о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента. А именно, Мортал, приветствую настройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалек. А именно, полтора миллиона мы, помимо кристалликов, вместе с вами разыграем 10 тысяч танкойнов. Все подробные информации есть в нашем Дискорд-сервере, присняйтесь, разбирайтесь. Ну и также, не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под нашим роликом. Я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и, наверное, будем потихонечку выдвигать тот самый режим, в котором я считаю, что максимально можно много. И в кратчайшие сроки заработать те самые нужные звезды, которые вам требуются в ралли Танкар. Поэтому пикаем, друзья, в формате штурм. Ваша задача постараться загрузиться за атаку. В случае, если, конечно, не взет, можно перепикнуть, постараться как раз-таки найти ту самую команду, которую вы сыграете как раз-таки в роли атакера. В моем случае это Пладинофриз с дроном Лавкач, который нам позволяет очень быстро в этом режиме ввозить те самые флаги. То есть наша карта сегодня это Пустыня, на которую в соло, конечно, достаточно просто попасть. Потому что иначе, если вы играете группами, бывает и в моментах очень приходится, во-первых, долго ждать, да, пока вы загрузите матч. Во-вторых, вероятность того, что вы загрузитесь за атаку не настолько высока. Хотя, может быть и так. То есть в группе, конечно, легче возить флажочки. Но мы сегодня как раз-таки протестируем, насколько можно быстро зарабатывать звезды, играя в одиночку. В нашем случае это карта Пустыня, режимчик Штурм, на плодинчика Фризе, дрона Лавкач, который позволяет в этом случае достаточно хорошие результаты по итогу показать. Так ли это, мы сейчас, друзья, вместе с вами выясним. Было бы отлично, конечно, нам подбирать флажочки, потому что я уверен в том, что флаг я точно довезу. Особенно в начале матча, когда у нас есть возможность без всяких ховердраевов, когда нету противничка, нету и у нас, в принципе, получать какое-то определенное преимущество за счет нашей скорости. Ну и заморозки на Фризе, которые отключают противнику двойный урон. Если же еще в такой команде наши ребята, Пашке, огромнейший привет, будут возить флажочки, Пашка как раз-таки сейчас доставляет, то, наверное, мы сможем быстренько как раз-таки и показать тот самый результат, на который многие надеются, когда ты теракиваешь мало времени, при этом зарабатываешь достойное количество звезд, ну и в целом можешь за кратчайшие сроки пройти в этом ивенте все четыре уровня, да, а нужно бить целых двести звезд, ну и получить свои долгожданные награды. Я в своем случае, друзья, играю с премиум аккаунтом и в вашем случае, наверное, советую хотя бы на денек приобрести, чтобы по максимум зафарм звездочки и в дальнейшем, конечно, не переживать за то, что, возможно, вам не хватит тех самых недостающих звезд. И заодно можем взять, наверное, и мультики как быстренько от оглушения, потому что против играют ребята, которые оглушают. В таком случае, конечно, нужно быть максимально бдительным и смотреть, возможно, те самые устройства, которые ребята предпочитают. Было бы еще, конечно, отлично, чтобы наши ребята возили те же вазпики, почему? Потому что, ну, вазпикап не настолько много здоровья, поэтому я в своем случае предпочитаю все же средний танк. В вашем случае может быть достаточно неплохим даже вариантом хоппер, но если вы понимаете, что в этой команде, на этой карте, хоппер себя сможет максимально эффективно пройти. Вот если бы таких вазпиков еще на карте было бы меньше, да, которые подбирают флаги, непонятно где ездят, и мы на это все тратим вместе с вами время. А пять флагов мы, как минимум, уже с нашей команды Дэвисли, нахожусь и на первом месте. Кстати, от Фризика вообще резистов нет. Ну и по итогу, парень, что? Подобрав флаг, и даже и не довез, и в итоге мы только потеряли время. Ну, не так уж и много, на самом деле, но при этом тоже такие неприятные ситуации, которые могут возникать в подобных режимах. А ты берешь комбинацию, когда ты уверен в своей силах, и тут оказывается твой тиммейт подбирает флаг, который и непрокаченный, и который играет на легком танчике, который достаточно просто можно разобать. Пахушка доставляет, кстати, вазпик еще доставляет шикарненько, то есть достаточно быстро мы уже довезли, друзья, и у нас уже 90 очков, то есть нам нужно играть тут до 105 ест, и то есть по итогу нужно в этом режиме поставить лишь 15 флагов. Если хотя бы треть флагов мы доставляем, и наши союзники также этим занимаются и помогают нам, то реально за каких-нибудь 3-4 минуты в этом режиме можно завершать бои, зарабатывать и самых как раз-таки 6 звезд по итогу нашего боя. То есть мы, конечно, в начале матча теряем буквально минуту, получается, времени для того, чтобы как раз-таки нам дали возможность подбирать флаги. Почему? Потому что в этом режимчике нет такого функционала, который раньше позволял, да, сразу же с РСП подбирать флаги, а приходится все же дождаться и терять ту самую минутку. Но при этом это, наверное, идеальный вариант, который может быть, ну, наверное, одним из лучших. Я считаю, что других вариантов пока что в нашем случае нет. Возможно, в комментариях вы мне напишите и поправите мне, в каких форматах также можно быстро завершать. Но даже в захвате флага такого результата не добиться, друзья. Победа! 2700 кристалликов, 6 звезд, которые нам как раз-таки требуются, практически 500 очков. Пашке огромнейшее спасибо за компанию, но и ребятам, которые, возможно, также наши зрители какие-нибудь попались в матчи вместе с нами за одну команду. Ну и в целом, друзья, 4 минуты для того, чтобы заработать 6 звезд. Что вы на это скажете? Мне кажется, очень хорошие результаты, которые требуют своего внимания, поэтому я решил сегодня поделиться как раз-таки в момент актуальности этого видеоролика подобным контентом с нашими зрителями. Поэтому, друзья, ждут вас комментарии. Интересно будет узнать, что вы об этом думаете. Ну и обязательно, если вам подобный видеоролик был полезен, поддержите его лайком. Ну и также, если вы первые на канале были, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч.